здравствуйте тема нашей сегодняшней лекции средняя величина будем рассматривать такие вопросы как общая характеристика и вида средних величин и вторая структурная средняя величина именно мода и медиана значит третьем слайде показано средними величинами характеризуется качественные показатели предпринимательской деятельности издержки обращения прибыль рентабельность и так далее в чем же заключается задача средних величин охарактеризовать все единицы статистической совокупности одним значением признакам то есть средняя величина это обобщающая характеристика единиц совокупности по какому-либо варьирующему признаку средней величины позволяет сравнивать уровни одного и того же признака в различных совокупностях и находить причины этих расхождений поэтому в целях анализа и получения статистических выводов по результатам сводки и группировки исчисляет средние обобщающие показатели которые называются средним величинами дальше роль средних величин в анализе изучаемых явлений роль средних величин очень велика значит такие например в своих работах применили средние величины английский экономист Петти он использовал средние величины в качестве меры стоимости расходов на средне дневное пропитание одного работника дальше своих работах применял средние и относительные величины английский ученый кинг при анализе данных о населении англии дальше тоже теоретические разработки были использованы бельгийским статистикам кетле значит существуют различные виды средних величин все эти виды средний это называемые степенные средние и структурные средние степенным средим относится средняя расхи четкая жительерг sapист кическое среди среди не геометрическая и средняя overwhelming такие это все степенные от структурном среднем относятся moda и медиана дальше мы будем рассматривать подробно каждый вид средних величин. В изучении средних величин применяются различные показатели и обозначения, как х, например. Признак, по которому находится среднее, называется осредняемым признаком и обозначается как х и черта вверху, х средняя. А величина осредняемого признака у любой единицы совокупности называется индивидуальным его значением или вариантами. Например, и она обозначается как х1, х2, х3 и так далее, хн. Это варианты. Всегда варианты обозначаются через х. А еще есть показатель, который он называет частота. Это повторяемость индивидуальных значений признака. И всегда она обозначается буквой F. Давайте теперь рассмотрим виды средних. Как она исчисляется в средней величинах? Существуют, как я уже говорила, степенные средние. Из степенных средних наиболее часто в статистической практике применяется среднее арифметическое и среднегармоническое. Давайте рассмотрим среднюю арифметическую. В каких случаях применяется простая арифметическая и в каких случаях применяется среднеарифметическое взвешенное. Это можно представить в виде примера. Это один из распространенных видов. Например, дана нам такой пример. Пусть имеются следующие данные о производстве продукта А рабочими бригадой за смену. Можно нам определить среднюю выработку одного рабочего данной бригады. Здесь, в данном случае, мы будем использовать формулу простую, так как здесь можно применить простую формулу. Это обычная простая арифметическая средняя. Здесь для того, для вычисления средней арифметической величины суммы вот этих всех уровней, признаков, делятся на число, на их число. Суммы уровней, вот это уровень произведений 21, 18, 20, 22, 19. Это уровни делим на число. И все это суммируем и делим на 5. Понятно, да? А в каких же случаях применяется средне-взвешенное? Средне-взвешенное. Вот. Средне-аритметическое взвешенное. Если некоторые величины встречаются несколько раз, то мы применяем среднюю арифметическую взвешенную. В данном случае здесь уже встречается несколько раз. Смотрите, имеется следующее распределение 60 рабочих по тарифному разряду. Нам нужно определить средний тарифный разряд. Здесь дано, например, тарифный разряд. Второй тарифный разряд – 8 работников. Третий разряд – 16 работников. Четвертый разряд – 17 и так далее. Пятый разряд. Здесь вы как бы видите, что здесь уже не один раз встречается, а несколько раз. А второй разряд 8 раз встречается, третий, 16 и так далее. Здесь в данном случае мы применяем среднюю арифметическую взвешенную, так как величины встречаются несколько раз. Вот формула средней арифметической взвешенной. x равна сумма xf, деленная на сумму f, то есть на f. f у нас число, частота, повторяемое значение, поэтому вот это 8, 16, 17, это число рабочее, это частота. А тарифный разряд – это у нас варианты всегда, как мы выше указывали уже. Значит, что мы последовательно, значит, в числителе будет 2 умножаем на 8, плюс, потому что здесь стоит у нас знак суммы, впереди знак суммы, умножаем мы, суммируем, следующее плюс, 3 умножаем на 16 плюс, 4 умножаем на 17 плюс, 5 умножаем на 12 плюс, 6 умножаем на 17. Все это мы суммируем и делим на сумму частот, значит, делим на сумму рабочих. Вот это все суммируем 8 плюс 16 плюс 17, 12, 17, да? Значит, у нас получается где-то приблизительно, если мы вычислим, получается 3,9, точнее быть, то есть это средний тарифный разряд – это 3,9, ну, приблизительно четвертого разряда. Понятно, да? Значит, если величина встречается один раз, тогда мы применяем простую среднюю, или если величина повторяется, значит, несколько раз, то мы применяем среднюю взвешенную. Дальше. Это для дискретных рядов, да? Есть у нас еще интервальные ряды. Например, для интервальных рядов сначала находятся центры, то есть середина интервала, а затем умножается навесная, произведение суммируется и сумму делят на сумму весов. Также вот эта формула, которую мы предыдущие использовали, средневзвешенную, это можно применить, вот такой вот пример, требуется определить среднемесячную заработную плату одного рабочего по следующим данным. Вот здесь по условиям задачи у нас даны вот эти две графы, месячная заработная плата и число рабочих. Вот это две графы у нас по условиям даны. Теперь, чтобы найти среднюю вот в этой таблице, в этом ряду, нам нужно добавить уже следующую графу. Мы уже вот эту третью графу мы сами находим. Середина, она будет называться середина интервала, потому что у нас интервальный ряд, да? Середина интервала. Пишем теперь. Первая середина интервала 400 и 500. Середина интервала будет 450. Дальше 500, 600. Середина интервала 550. Дальше 600 плюс 700. Середина 650, 750, 850 и 950. Итого не суммируется. Сумма не имеет смысла. Когда сумма не имеет смысла, мы не подытоживаем. Просто ставим прочерк. По условиям составления таблиц мы ставим просто прочерк. Дальше. Теперь уже что? Четвертая графа тоже мы сами самостоятельно находим. Она будет называться х умножен на f, да? Значит, это что? Вот эти… Мы нашли центры, да? Серединой интервал – это центры. Затем мы умножаем ее на веса, на частоты. В данном случае на f мы умножаем. То есть следующая графа будет у нас называться х умножен на f. Значит, 10 мы умножаем на 450. Будет 4 500. 20 умножаем на 550. Будет 11 тысяч. 48 650. Это будет 31 200. 60 на 750 – это 45 тысяч. 42 на 850 – это 35 700. 20 умножаем на 950. Будет 19 тысяч. То есть все, если это все суммировать, будет 146 и 400. Теперь что мы делаем? Мы все вот эти веса, произведения, мы вот это все произведение, мы суммируем и делим ее на сумму весов. То есть 146 и 400 мы делим на 200. Вот на эту формулу поставляем. Видите? Знак суммы. Вам видно, да? Сейчас немножко укрупню. Так, знак суммы, видите? Х умножен на f в сумме. Вот х умножен на f в сумме составляет 146 и 400. То есть числителем мы ставим 146 и 400 мы делим на сумму частот. То есть делим на сумму вот это число рабочих. Соответственно, делим на 200. Значит, мы получаем где-то что 732. Если мы делить, тоже сами попробуйте поделить 146 и 400 на 200. Получаем 732. Понятно, да? То есть что вам нужно здесь уяснить? Вам нужно уяснить, что в интервальном ряду, если вы находите среднюю в интервальном ряду, тоже применяйте формулу средневзвешенной, среднеарифмической взвешенной. Для того, чтобы найти среднюю в интервальном ряду, вы находите середину интервала, потом умножаете на х на f. Потом произведение суммируете и делите на сумму весов. Все. Понятно, да? Дальше. Следующий вид. Вообще виды средних очень велика. Мы говорили, степенные и средние. Это средняя арифметическая, простая и взвешенная. Все виды средних и гармоническая, арифметическая, геометрическая, математическая. Они бывают двух видов. Простая и взвешенная. В основном используются в статистике среднеарифметическая и среднегармоническая и структурные средние. Поэтому мы сегодня будем рассматривать именно арифметическую, гармоническую, структурную. Арифметическую мы с вами уже рассмотрели. Теперь гармоническую, гармоническую, тоже бывает взвешенную и простую. Гармоническую. Вам здесь вот такое вот задание. Предположим, что по пяти хозяйствам имеются данные об урожайности зерновых и валовом сборе. Вам здесь нужно рассчитать среднюю урожайность для всех хозяйств. Вот даны пять хозяйств. Даны урожайность зерновых и валовый сбор. Вам нужно рассчитать среднюю урожайность для всех хозяйств. Нужно рассчитать, да, для всех хозяйств. Но для решения задачи следует вообще валовый сбор всех хозяйств разделить на общую площадь. Но так как площадь по каждому хозяйству у нас неизвестна, но ее можно легко рассчитать путем деления валового сбора на урожайность. То есть каждое по отдельности мы делим. Видите? Каждое по отдельности. То есть мы применяем вот эту форму среднегармонической взвешенной. Значит, в числителе у нас будет что? В числителе у нас будет урожайность зерновых. Сумма М. Вот маленький М. Это валовый сбор. М. Сумма. Значит, 18 плюс 30 тысяч. 63 тысяч. 44 тысяч. Да? В сумме. В числе, в числе, в знаменателе будет, значит, 18 тысяч делим на 18, плюс, дальше, 30 делим, 30 тысяч делим на 20, плюс, 63 делим на 21, плюс, 44 мы делим на 22, 30 мы делим на 25. Итого получается 21, 26. Значит, средняя урожайность для всех хозяйств получается 21,26 на центнерах с гектара. Здесь в данном случае мы применили средневзвешенные. Почему? Потому что у нас вот в таком виде. А если бы в каких случаях мы применили бы вот среднюю гармоническую простую? Если бы, например, валовый сбор зерна везде был бы одинаков, здесь же не одинаков, в первом хозяйстве 18, во втором 30, в третьем 63, если бы валовый сбор зерна по всем хозяйствам было бы одинаково, да? То значение вот этих весов и в числителе, и в знаменателе сократилось бы, и можно было бы воспользоваться под формулой средней гармонической простой, если бы было бы везде. А так как у нас валовый сбор зерна не одинаков, мы применяем гармоническую взвешенную. Дальше. Теперь рассмотрим, давайте, структурные средние величины. Структурные средние величины. К структурным средним величинам относятся мода и медиана. То есть мода – это чаще встречающийся вариант. Мода называется значение признака, которое соответствует максимальной точке теоретической кривой. В дискретном ряду – это варианты с наибольшей частотой, да? Есть дискретный ряд, есть интервальный ряд в статистике, мы знаем. Вот в дискретном ряду вот мода, она определяется вот по этой формуле. Это значит МО, всегда М, и внизу как индекс пишется О, означает МО. Х нулевая – это значит нижняя граница модального интервала. H – это величина модального интервала. Fm – значит частота модального интервала. Fm минус единица – это значит частота интервала, предшествующая модальному. А здесь то же самое, здесь m минус плюс один – это частота интервала, следующего за модальным. Давайте тоже рассмотрим быстренько на примере. Вот смотрите, у нас тоже интервальный ряд, дискретный интервальный ряд. Вот смотрите, мы сначала находим, применяя вот эту вот формулу моды, мы рассчитаем моду. Что означает мода? Значит число рабочих. Мы здесь сначала число, где вот рабочих, частота, смотрим самые наибольшие значения, да? Наивысшие значения. Вот смотрим, 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 здесь находим, что 60 – это самое мультимальное значение. Он соответствует что? Интервалу 700-800. Теперь смотрите, подставляем формулу МО равняется. Мы определяем среднемесячную заработную плату одного рабочего вот по этим вот данным. МО – начальное – это 700, у нас что? Х0, да? Это начальная граница модального интервала. Начальная граница модального интервала – это 700. Плюс H – это величина интервала. Плюс, значит, 100. Величина 700-800 – величина равна чему? 100, да? ФМ – это 60, частота модального интервала. М – минус 1. Частота интервала, предшествующего модальному, предшествует 48. Вот, 48. Дальше внизу то же самое, 60-48. Плюс ФМ минус Ф плюс 1. Значит, последующий за модальным. 60 минус 42. Так, и мы вычисляем, получается, 740 долларов. Значит, здесь имейте в виду, ребята, вычисляйте правильно, делаем математически правильно. Сначала выполняются какие? Умножения, деления, потом плюсы и минусы, да? Прибавления и минусы. Значит, что означает? Давайте сделаем вывод по медианам. Медианам, она же… Что такое медиан? Это часто встречающийся вариант или же она, соответственно, максимальной точкой и теоретической кривой. Соответственно, вот 700 до 40 является, что сделаем… Значит, наиболее часто встречается заработная плата в размере 740 долларов. Понимаете? Можно сделать такой вот вывод. Часто встречается заработная плата в размере 740 долларов. Вот, если сделать вывод по медиане. Дальше мы рассматриваем структурное среднее. Следующий вид структурной средии – это медиана. Мода – это… Если мода – это наиболее часто встречающийся вариант, медиана – это величина, которая делит численность упорядоченного вариационного ряда на две равные части, где одна часть имеет значение варьирующего признака меньше, чем средний вариант, а другая больше. И, соответственно, формула МЕ. МАЕ. Значит, Х – то же самое. Х0 плюс H. Здесь только сумма F деленная на 2 – это порядковый номер медианы. F медиана минус единица – сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу. Это частота медианного интервала. Давайте тоже рассмотрим на примере. Значит, вот тот же самый пример, где мы находили моду. Теперь давайте найдем медиану. Для того, чтобы найти медиану, мы должны, что… Самое первое, мы должны находить порядковый номер медианы, то есть сумма F деленная на 2 – порядковый номер медианы. А порядковый номер медианы мы находим, ищем где накопленных частотах, которые мы сами будем строить. Значит, первые 2 графы у нас по условиям задачи. Мы должны накопленные частоты, частоту построить. То есть добавляем еще одну графу, пишем накопленные частоты, обозначаем через S. Теперь накопленные частоты. Первые частоты у нас 10, 10 таких пишем. Второе, к 10 прибавляем 20, то есть с последующим прибавлением будет 30. Пишем 30. К 30 прибавляем 48, будет 78. 78 плюс 60 – это 138. 138 плюс 42 – это 180. 180 плюс 20 – это 200. То же самое. Итого не суммируется, просто ставится прочь. Дальше мы уже теперь применяем формулу. 700. Смотрите, 140. Теперь ищем порядковый номер. Ищем, да, вот накопленных частот. Порядковый номер – это сумма F, деленная на 2. Вот F. Сумма равна чему? 200, да? Равна 200. 200 мы делим на 2, будет 100. Теперь вот эту сотую единицу мы где ищем? Находим в накопленных частях, частотах. Вот сотая единица находится вот здесь, 138. Я вот обозначила, 138. Теперь он тоже имеет интервал, что и мода 700-800. Медианная частота тоже 60. Значит, вот здесь X, значит, начальная граница у нас 700 плюс 100 – это величина интервала. Это у нас что? Сумма F, деленная на 2. Значит, 200 мы делим на 2 минус S медиана, частота медиана предшествующего. Значит, 138 предшествует 78. То есть здесь сумма F, деленная на 2, мы пишем 200 делим на 2 минус 78. Все это делится на 60. И получается 736,7 долларов. Какой можно сделать вывод по медиане? Что ведь медиана делит ранжированный ряд на 2 равные части, которая одна больше, другая меньше, чем средняя. Если сделать вывод по медиане, что можно сказать, что половина рабочих получает выше этой суммы, а половина рабочих получает меньше этой суммы. То есть и медиана, и мода показывают структуру средней. Таким образом, мы с вами рассмотрели сущность средних величин. Именно виды средних величин степенные средние и структурные средние. Степенным средним относятся 4 вида средних. Среднее арифметическое, среднегармоническое, среднегеометрическое и среднегеометрическое. И степенным средним относятся структурные средние. Это мода и медиана. Так, все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.